Здравствуйте, дорогие друзья! Вы очень часто просите в комментариях снять видео рум-тура, если это можно так назвать нашу рептилиновую дому, просто под каждым видео вот этот запрос. Так вот, наконец мы решились, только я буду снимать это не в одном видео, я покажу вам подробно. Мы залезем просто везде, мы залезем в каждый террариум, почти в каждый, некоторые террариумы не залезем, потому что есть какие-то такие моменты, боязнь сглазить, что-то еще, и какие-то такие моменты вам показываем потом, когда это животное уже разводится, когда уже появляются у него малыши, и вы все равно про это узнаете, но не сразу. Вот, поэтому мы залезем почти везде, я думаю, это будет длительный такой рум-тур, который растянется на долгое время, но главное же начать. У нас вот такая звоночка есть. Нам, кстати, этот звоночек подарили Роболтовский и Марина с Женей. Насколько я помню, когда с Мариной они были в Финляндии, они там его купили. Вообще изначально дарили нам его на новоселье, в тот еще дом, в доме, в котором мы живем, но в итоге в том доме висит котик, встречает всех гостей, а сюда мы решили все-таки повесить эту лягушку, потому что это так символично прям. Вот, пойдемте. Так, здесь у нас находится, соответственно, прихожая, все развиваются, все делают, все свои дела. Дом розовенький слегка получился. Я всю жизнь мечтала о розовеньком доме, но получился он случайно. На самом деле, когда выбирали палитру цветов, он был такой бежевый, но почему-то на стенах получился розовый, но неважно. Здесь у нас находятся два холодильника, один морозильник, морозильный ларь, здесь, соответственно, находятся корма замороженные, замороженные сверчки, которые я уже не раз показывала. Атерексы получают замороженные саранча, бражник, крысы, мыши, цыплята для тех животных, которым это необходимо. И рядом находится просто холодильник. Обычно здесь хранят, сейчас уже достали фрукты для животных, по большей части для насекомых, и аптечка, то есть те препараты, которые требуются для обработки животных, для лечения. Так, соответственно, у нас планировка дома сделана точно так же, как планировка основного дома, в котором живем мы. То есть здесь у нас находилась бы кухня, соответственно, здесь тоже находится кухня и много еще животных, но в целом такая зона, есть зона небольшого отдыха, дальше находятся туалеты под дом, чтобы мыть террариумы. Вот, все здесь очень удобно, везде тоже теплый пол сделан. Здесь доска заданий для сотрудников, у нас три сотрудника, двое занимаются насекомыми посменно выходят, и один несмельный Денис, который занимается рептилиями, но появляется раз в неделю, два раза в неделю. И он же занимается, кстати говоря, пчелами, то есть часто спрашивается, откуда пчелы на участке. Так вот, Денис в свое время попросился к нам на участок поставить свои ульи. Вот они стоят, сейчас есть мед, все прекрасно. Вот, здесь, соответственно, комната, к которой мы позже вернемся. Там комната практически пустая сейчас, еще не оборудована. И мы пройдем на первом этаже, к самой заполненной комнате на первом этаже. На второй этаж мы тоже обязательно дойдем. Вот, эту комнату вы уже знаете, наверное, ну, кто хоть немного смотрит видео, и уже излюблена, наверное, ваша комната, потому что здесь часто проходят съемки, очень много животных. Я ее называю часто холодной комнатой. На самом деле она у нас самая прохладная комната, если не брать в учет вот эту комнату, которая тоже не оборудована, здесь нечего, на самом деле, показывать. Животных там нет, но она планируется. Здесь куплен специальный холодильник, который используется обычно для цветов, в магазинах, чтобы хранить цветы. Но мы его будем использовать для того, чтобы зимовать животных. Ну, точнее, так планировалось. Не знаю, как будет, не будет, но планировалось так. Вот, соответственно, здесь комната такая небольшая, но вмещают много всего. Натяжные потолки, теплые полы, кондиционер. Без него вообще никак, потому что все просто будет перегреваться. Сзади нас есть пожарная безопасность, в случае чего. Вот, и много-много террариумов. В этой комнате только сетчатые террариумы, потому что животным, которые живут в этой комнате, больше всего подходят именно сетчатые террариумы. Здесь у нас еще стоят пока не распакованные корма от TerexFood. И сегодня мы заглянем вот в эту часть нашего дома. Кстати, там самая интересная часть, я тоже покажу. Мы еще их ни разу не показывали. Это очень интересные животные. Mokotiracao granulatus. У нас их три взрослые группы. Соответственно, в этих двух террариумов и террариум напротив. Вот. Сейчас я попробую кого-нибудь из них найти и заодно про них рассказать. Эти ящерицы являются эндемиками Новой Зеландии. Как и прошлый сюжет у нас про Новую Зеландию. Они живут на Северном острове. Собственно, обитают в лесу, на деревьях, под корой. Сейчас я кого-нибудь найду в коре. Как я уже рассказывала, если кто не ловил, потому что все равно кто меня спрашивает, а что же это такое, где мы такое берем? Это борщевик. Высушенный борщевик. Он уже не опасен. Он очень удобен. Вот так выглядят эти милые ящерки. Подождите. Стоп. 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 Смотрите, как он сейчас еще раз так сделает. Какая яркая у нее пасть. Ты покажешь? Ярко-ярко-желтая. Это уже взрослые. Ну, видно, что она ярко-желтая. О! Во! Шикарно! Вот это окрас просто без красителей, без консервантов. Очень красивые ящерицы. Они, помимо того, что это эндемики Новой Зеландии, то есть это довольно-таки редкие ящерицы, они редко встречаются в коллекциях. Они также, как и в предыдущем выпуске мы рассказывали, они живородящие. И в этом году совсем недавно у нас появился малыш. И, как вы понимаете, это для нас очень важное и крутое событие. Малыша я тоже сегодня покажу. Заглянем мы к нему. Вот здесь у нас самец и самка. Как я уже сказала, это взрослые особи. Питаются они насекомыми. Также мы им даем пюрешечки, как бы на наедом. Мед и пыльцу. Собственно, животные едят реально немного. Ведут в основном ночной образ жизни. Ой, пяточки у нее тоже красивые. Хочу показать. Тоже желтенькие. Ведут в основном ночной образ жизни. Они в основном прячутся в дуплах. То есть вечером их можно увидеть. Они будут вылазить. А днем, собственно, мы их практически не видим. Они все время где-то там. Днем они вылезают погреться. Особо в этом замечены беременные санки. Хотя в основном они ведут ночной образ жизни, как я уже и сказала. Так, сейчас я покажу еще другие особи. Запомнили, как эти выглядят? Один с пятнышками, другой больше желтый. Вот я нашла еще два экземпляра, которые у нас здесь сидят. У них совершенно другой окрас. Вообще, это те гиконы, которые вы не встретите с одинаковым окрасом. У меня двух гиконов. Они все разные. Даже у нас, казалось бы, если издалека посмотреть, они одинаковые. Но нет. Они совсем разные. У самцов часто вылазят ярко желтые пятна. Вот эта самочка, скорее... Сложно сказать, кто именно из них там был беременным и кто рожал. Но, судя по внешнему виду сейчас, скорее всего, рожала вот эта самка. У нее отращенный хвост. То есть, эти гиконы могут отбрасывать хвосты. Ну, отбрасывать могут, собственно, хвосты все. Они могут отращивать хвосты. И причем, довольно-таки приличный. То есть, он выглядит и функционирует, что очень важно. Он функционирует так же, как и не отроченный хвост. То есть, видите, она им цепляется. Это очень важно. Есть гиконы, которые отбрасывают хвост, и он потом не отрастает. Или отбрасывают хвост, и он потом отрастает. Но он не функционирует. Так, сейчас я покажу нашу вторую группу. Как вы уже помните, стандартно для всех животных этой комнаты. У нас здесь стоит кондиционер. Ночью температура падает примерно до 18-20 градусов. Днем, соответственно, за счет лампочек. Катерарик сильно нагревается, и в точку они выходят греться. Здесь у нас содержится вторая группа. Он свернулся там, как кисточка. Хвостик свернул клубочком. По размножению, так же, как и предыдущих наших героев. Они живородящие. Период вынашивания такой же долгий. То есть, по ритмике они очень похожи. Собственно, что тесно в Вазеландии, что эти. Поэтому срок вынашивания тоже приблизительно 9 месяцев. Вот, очень красивый самец. Он очень красиво показывал язык. Ладно, давайте сейчас отомстишь за всех, кого я здесь сейчас мучила. Давай, на. Все, отомстил, отомстил, отомстил. Будешь еще? Еще будешь мстить? Достань язычок. Когда они широко раскрывают, видите, у них краснеет язычок. До этого он был желтенький. Он краснеет. Просто потрясающий окрас рта. То есть, ярко-желтый, черный и красный кончик языка. Да ты мужик, да, да. Ну, на, на, укуси. На, на, молодец. Все, да. Порвал меня. Победил. 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 Все, давай иди. Отпускай меня и иди. Он за своих женщин отставил. Все, отомстил. Так, сейчас я вам покажу. Ну, собственно, я вам могу показать. Здесь мы никого уже искать не будем. Вот здесь у нас живут еще одна группа. Тревожить их не будем. Просто обещала показать почти все. Почти все тарали. Вот показывали. Здесь тоже эта группа живет. Вот сейчас я вам покажу малыша, который родился в этом году. В этом месяце. То есть, в конце лета. Я специально обращаю внимание на этот момент. Потому что в Новой Зеландии они рождаются тоже в конце лета. Но, как вы понимаете, у нас разные полушария. А то, что он родился в конце лета, говорит о том, что они полностью адаптированы к нашему полушарию. То есть, вернулись в свой привычный ритм размножения. Ты откроешь ротик? Нет? Не покажешь какой-то? Но я могу с уверенностью сказать, что ротик у него такой же желтый. То есть, вот этому малышу буквально две недели. Родился он только один. Как я уже говорила, они живородящие. То есть, вот одна самочка нам принесла вот такую прелесть. По яркости он еще может набрать. Точнее, не может, а он наберет. Еще появятся желтые либо пятнышки, либо очертания. Посмотрим, каким он вырастет. Так что, я думаю, сегодня и так мы засинули. Вы, наверное, немножко устали. На сегодня мы закончим. Дальше продолжим показывать нашу коллекцию. Соответственно, закончим эту комнату и будем перемещаться в другую. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на все наши ресурсы. Ссылка указана в описании к этому видеоролику. Советую вам покупать корма, как и мы у Terex Food. У нее действительно очень хорошее качество корма. Не просто так мы заказываем именно из Москвы. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok